Итак, мы находимся на House Constructions. Сегодня первый день. Как вы видите, вокруг нас выставка. Сейчас конкурсная программа уже закончилась, народ начал постепенно расходиться. И мы решили записать небольшой сюжет про такой компьютер, как PDP-11, Ленинградского компьютерного клуба. Компания DEC вот такой компьютер в древности сделала. И Александр Лорапай нам сейчас покажет, как на нем редактируется, компилируется, собирается программа. Значит, это компьютер PDP-1104 с операционной системой RT-11. В ней для редактирования файлов текстовых применяется редактор KED. Тогда он назывался не Vizual, а клавиатурные редакторы. Он назывался KED, а для конкретно вот этого монитора в этом режиме он имеет модификацию K52. Вот, поэтому мы вот запускаем K52 как с именем файлов, да. Значит, это ассемблерный файл, расширение Mac, это местный ASM или что-то типа такого вот подобного. Значит, это вот текст программки для операционной системы RT-11. Та самая, тот самый синтаксис PDP, но здесь его практически нету. Почему? Потому что мы здесь используем макробиблиотеку. Вот этот вот вызов mcall, он вызывает у нас два вызова принт, напечатать. Ну и, собственно говоря, выйти. И, собственно говоря, все, что у нас здесь есть, это строка вот HILO 2024. Вот. Это уже как бы мы подготовили все. Можно не делать, но можно, например, сюда пробельчик вставить. Значит, после этого мы должны из этого редактора выйти, как и из редактора VI. Выход у него нетривиален. Вот. Есть такая кнопка HELP, да, которую мы можем там нажать и почитать инструкцию. А те, кто знает, уже просто выходят в командный режим, нажимают, набирают слово EXIT, выходят, и файл у нас записывается. Можем его командой TYPE напечатать. Вот. Он у нас, вот наш файл. Теперь нам, собственно говоря, его нужно откомпилировать. Откомпилировать. То есть, извини секунду, я уточню, это программа на ассемблере, да, по сути? Это программа на ассемблере FTP11. Ясно. Но с макрокомандами местной операционной системы. Ну, то есть там просто вызывается процедура. Там вызывается процедура, да. Под программой вызывается для печати. Да, потому что печатать на экран лучше через операционку, а не напрямую. Можно, конечно, напрямую там. Вот. Но мы пользуемся, мы такие хорошие пользователи, мы пользуемся так, как это задумали его разработчики. Вот. Дальше есть там всякие цепочечные команды и прочее, но мы покажем по шагам. Значит, вызывается компилятор макро с нашим, собственно говоря, файлом, который это дело у нас компилит. Значит, чтобы было совсем красиво, обычно получают листинг. Значит, тогда добавляем ключ. Обычного у него там LST или TXT. Вот. Подсоцедается файл объектник. Обыч. Точно так же, как в любых других операционных системах. Вот. И мы можем командой DIR это все посмотреть, как в современных операционных системах работает звездочка. То есть, все, любые расширения. Вот у нас здесь есть наш LST. Командой type мы можем его посмотреть. Вот, собственно говоря, поехали. Поехала этот самый. Его результат, его компиляция. Значит, дальше нужно из объектного файла сделать исполняемый файл. Здесь, в этой операционке RT11, они называются SAV. Это такие местные экзешники или там, я не знаю, кума там или что-то такое. Короче, исполняемый файл делается командой LINK. Вот. И мы видим, что у нас вот этот HELLO SAV, вон он, создался новенький. Дальше его можно запустить. Запустить можно разными способами. А размер какой у него? Это размер в так называемых блоках. Блок это 512 байт. Дело в том, что в этой операционной системе у него нельзя делать файлы прям длиной до байта. У него только в блоках все меряется. И, к сожалению, вот такая крошечная программа, она занимает два блока, то есть килобайт один. Причем первый нулевой блок у него служебный, а в втором сидит наша маленькая программа и, собственно говоря, нулями все заполнено. Ну вот мы выполняем, вот у нас результат выполнения нашей программы. А дальше нужно писать уже, собственно, программу, которая что-то вводит, ведет диалог или там рисует там красивые игрушки и прочее. Я не знаю, игрушки надо, а потом показываем. Ну, замечательно. Ну, игрушки мы для следующего сюжета оставим, а пока прекрасно. Вот книжки покажи. Для операционной системы RT-11 было выпущено достаточно большое количество документации. Ну, единственное, она, естественно, в Советском Союзе называлась не RT-11, а называлась там RAFOS, FODOS для разных версий. А сами компьютеры назывались не PDP-11, понятное дело, а SMWM, там электроника сколько-то, 60 и так далее. Вот. На Википедии, в принципе, все это есть. Написано, кто, кто, кто есть кто и из кого какие компьютеры сделаны. Вот. Ну, в общем, практически все. Ну, отлично, до следующего включения.